Существуют ситуации, когда одной лишь молитвы про славление недостаточно для того, чтобы произошли изменения в жизни людей. И тогда может быть так, например, что Бог объявляет чудо, как, например, в Фатиме в Португалии когда-то фатимским детям Бог объявил, что необходимо молиться за определенные сферы, в том числе молиться за Россию, за покаяние России, или молиться о людях, которые определенные преступления совершают. Но также есть такая молитва, как называется, молитва Ерихонская. Это молитва, которая длительное время происходит. В Библии есть такое слово, в Иисусе Навина, в шестой главе, где рассказано о том, что люди обошли город Ерихон, израильский народ, упали стены ерихонские, и они вошли в этот город. То есть это длительная молитва, которая должна быть совершена, длительная жертва, для того, чтобы определенная какая-то сфера освободилась. И это...